Нельзя никого бросить, но мы же не мячики, ведь безопаснее быть одному. Почему я не в его вкусе? Я же так экологично со всеми общаюсь, что со мной не так. Ах, ты пи-пи. Пойду куплю себе пломбир. Всем привет, меня зовут Софья, а сегодня у нас в гостях Лилия Бормусова, клинический психолог, преподаватель Института психологии и образования Казанского федерального университета. Здравствуйте. Добрый день. Слушайте, сегодня у нас такая интересная тема. Боюсь отношений. И вот здесь у меня в сценарии написана такая фраза, она мне очень нравится, что научиться отношениям можно только в отношениях. А как вообще можно войти в эти отношения при условии, что это же страх и неспособность их завести, и вообще откуда в том числе берется этот страх? Здесь важно к этой фразе подойти очень рационально и более расширенно. Если мы к этой фразе подойдем вот именно так рационально и расширенно, то мы придем с вами к пониманию того, что человек уже с рождения находится в отношениях. То есть маленький ребенок, его забирают родители, и он уже с самого маленького возраста уже взаимодействует с родителями. Он растет, он учится взаимодействовать с родителями. Потом он идет в детский сад, в школу. Он везде всегда в отношениях. И таким образом человек учится отношениям через отношения. А, то есть это не так, что как нас учат плавать, выкинули в воду и типа плыви, а так, что мы уже в принципе в этой воде находимся с самого рождения. Ну, в данном случае да. Ну и плавать учат сейчас экологично, не так. А тоже потихонечку, аккуратненько, без психотравм. Я когда увидела эту фразу, я подумала, что вот человек, он боится отношений, да, и ему массово нужно там регистрироваться в каких-то приложениях, куда-то ходить, на какие-то встречи, так отчаянно знакомиться, чтобы перебороть этот страх. Или это не так? Человек как раз-таки начинает бояться отношений. Вот, если уж мы заговорили, я так понимаю, про отношения с противоположным полом. Да, в отношениях, ну, сейчас как в современном обществе говорится в отношениях с партнером. Вот так. И человек боится отношений с партнером, вот этих вот серьезных, именно из-за того, что он получил негативный опыт в отношениях, когда он этим отношениям учился. То есть через отношения с родителями, когда он наблюдал эти отношения с родителями, когда он немножечко подрастал и наблюдал за отношениями между людьми, за отношениями родителей своих одноклассников. Это все может наложить такой сильный отпечаток на сознание, что, на сознание даже, что быть в отношениях – это страшно, опасно и плохо. Но, конечно же, вот самый страх, почему вот именно страшно вступать в отношениях, это больше всего возникает, когда ребенок видит эти отношения между родителями. вот это чаще всего. И возникает потом такая установка, что я так же не хочу. А раз я так не хочу, я лучше не буду в эти отношения вступать, потому что у меня тоже так может быть. А потом мама начинает говорить, а где же внуки? Ты смотришь на нее и думаешь, а зачем мне это надо? Да. Ну, ребенок это все видит, видит. И у него возникает полное понимание, зачем мне это все. Ведь безопаснее быть одному, безопаснее жить одному. Зато я не буду вот в этом во всем. Я хочу спокойствия, я хочу уединения. Я хочу быстрее вырваться отсюда и жить в безопасности. Это первый вариант. Есть еще один вариант. Например, когда ребенка слишком контролируют, слишком опекают. Говорят, что не надо никаких там мальчиков тебе. Учись. Тебе надо учиться, 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 учиться. Занимайся. Контроль. Где ты? Когда ты придешь домой? Сдала ли ты математику? Сдала ли ты зачеты? Давай теперь в аспирантуру. Давай теперь на работу. Строй карьеру. Где ты? С кем ты? И в итоге девочке 30 лет, а потом ей мама говорит, ну, когда женихов-то? А где женихи? А где женихи? Вот, ну, реально. А их уже, как бы, отношения-то начинают строиться более активно. Это в юношеском периоде. Это, ну, с 18 где-то до 25 лет. То там ты смотришь больше на романтическую сторону, на душу, на эмоции, на то, как он на тебя смотрит, как держит тебя за ручку. А в 30 уже сложно. Ты смотришь уже на его материальное благосостояние, на его финансовый статус, на его образование, на то, что у него есть, чего у него нет. Ну, то есть уже больше придирок. На квадратные метры, в конце концов. И это тоже важно. То есть мы не можем это обесценить. Это тоже важно для женщины, которая собирается вступать в отношения. Она же хочет вступать в отношения с партнером, независимым, сильным, чтобы она себя чувствовала в безопасности, когда особенно уйдет декрет. Ну и страх еще отношений, он еще может быть из-за общей тревожности. Из-за общей тревожности. То есть, ну тоже, опять-таки, откуда она, эта тревожность? Вот откуда? Из семьи. Из семьи. Когда члены семьи по каждому поводу переживали, что надо обязательно знать, как это будет, надо обязательно знать, будут ли гарантии. И, например, мама девочки может изначально, вот не осознавая вот этого момента, говорить о том, что вот жених обязательно должен быть такой, такой, такой. У него должны быть вот такие преимущества. У него должны быть вот такие сильные стороны. А вот если он будет таким, то лучше не надо. И вообще непонятно, какие сейчас женихи. Сейчас вообще все непонятно. И потом возникает следующее. Девочка уже, ну, в таком периоде, когда она хочет себе найти парня. У всех девочек есть парни? Она тоже себе хочет найти парня. А у нее страх отношений возникает из-за неопределенности этих отношений. То есть ей надо знать точно, что этот парень тот самый. Ну, типа, зачем время-то зря терять? Да, да. Зачем я буду тратить время на какого-то Васю Пупкина с неопределенным местом жительства, неопределенной заработной платой? Да, и надо точно знать. И все, и нет никаких отношений. Потому что, а вдруг он не такой? А вдруг у него вот это? А вдруг у него еще что-то? Третье, десятое, и все? Вот нет отношений достаточно длинной дистанции. Там, собственно говоря, с рождением, мы говорим про романтические, там, школы нет. У всех в школе были вот эти вот непонятные какие-то отношения. Потом в институте, на бакалавриате у всех какие-то были отношения. А у девочки, у девушки их нет. И она думает, я, наверное, какая-то ненормальная, что у меня не было отношений. Может, она действительно ненормальная, или вообще с ней все в порядке? Не стоит сразу же все обобщать. Что если там у пятерых в шестом классе отношения, а у одной нет отношений, это не про то, что это нормально или ненормально. Это про то, что шестерым интересно сейчас в приоритете вот отношения, а одной сейчас интересна математика. Вот сейчас для меня важнее освоить программу. Не то, что важнее, это мне сейчас интереснее. Это тоже вот абсолютно естественно. Мне сейчас это интереснее, мне сейчас это важнее. И я хочу реализовать свою потребность, потому что для меня это важно. Вы сказали о том, что ей сейчас интересна математика. А может ли быть такое, что и просто неинтересны отношения вот этому человеку? Там же не обязательно девочка, это может быть и мальчик, что он отличается от своих сверстников чем-то, и ему просто вот эти отношения не нужны были до 25 лет, условно говоря. Такое тоже может быть. И это тоже будет нормально? Да. Это тоже нормально. Потому что по факту он все равно находится в отношениях. То есть, допустим, не в отношениях с противоположным полом, то есть не в сексуальных отношениях, не в романтических отношениях, а он в целом в отношениях. То есть он живет в социуме. А если он живет в социуме, значит, он в отношениях. То есть у него папа, мама, друзья есть, университет, работа, люди кругом, вокруг, вообще вокруг, вокруг, вокруг. Это все отношения. То есть он не одинок. Ему классно. Супер. Поэтому это нормально, естественно. А может ли быть такое, что долгое отсутствие романтических отношений, если мы не говорим про какие-то рабочие, дружеские, там, родственные связи, да, именно отсутствие романтических отношений, быть отклонением от нормы? Потому что, с одной стороны, вот мы говорим о том, что боюсь отношений, это проблема, да, именно романтических, да, в данном ключе. А с другой стороны, вы уже мне который раз говорите, что это нормально, и вот это нормально, как бы диссонанс возникает. Все нормально. Вообще все нормально. На этом наша программа завершена. Скорее, ненормально будет, если человек будет постоянно прыгать из отношения в отношения, в отношения в отношения, если у него будет компульсивное переедание отношений, вот это будет, скорее, ненормально. Почему человек может прыгать из отношения в отношения? Из-за тревожности. Что вы об этом думаете? Да, если честно, мне кажется, в современном мире культуры навязаны. Потому что, да, когда росло мое поколение, у нас на глазах были такие популярные шоу, массовые, различные, да, там в популярной культуре это демонстрировалось активно. И в целом в школе это было заметно о том, что Маша Иванова вот вчера была с Васей, а через неделю уже она там с Петей. И, конечно, вот смотришь со стороны на эти все истории и думаешь, что, наверное, со мной что-то не в порядке. Хотя какая любовь может быть в 14 лет? У меня отношения с тригонометрией, извините, там все серьезно. Любви-то может быть и не быть, а влюбленность может быть. Вы влюблялись в 14 лет? Ну, на самом деле нет. И поэтому, если говорить уже про личную сторону мою, то в данном контексте мне очень странно, в принципе, наблюдать все эти механизмы у людей. В смысле, как так шел-шел, пересекся с каким-то человеком там на кофебрейке и такой, ну все, ну теперь полный живот бабочек. Как это? Зачем это? Почему? Как вообще это устроено? И поэтому, я так полагаю, мы все-таки выяснили причину, по которой я сижу с вами в этом подкасте. Вы сейчас хотите сказать, что вы хотите отношений? Я не знаю. Мне иногда кажется, что я и хочу просто потому, что у всех есть, у меня нет. И я хочу такой же самокат, как у Лилии из этой песочницы. А как так? А почему? Я что, хуже всех, что ли? Я не понимаю. Вы хотите отношений? Я знаю, что я хочу денег, допустим. Шикарно. Вот вы точно знаете, чего вы хотите. О! Вы хотите отношений с деньгами. Причем я хочу, чтобы это были обоюдно теплые, прекрасные отношения, где каждый друг друга, как бы, простите меня, хочет. Я вас понимаю. Это чудесно. Это чудесно. То есть, видите, у вас есть потребности. У вас есть свои ценности. И, возможно, вот сейчас вот ценности в том, что вы сказали, для вас на первом месте, чем на данный момент пока что ценности в отношении. То есть, это не говорит о том, что вы никогда их не захотите. Это говорит о том, что настанет время, когда вы скажете «хочу». Вот как вы про деньги сказали «хочу». Настанет время, когда вы скажете «хочу» отношений. Когда у человека возникает мысль «а вдруг я хочу?» Вернее, скорее, чаще всего возникает вот эта вот мысль «а вдруг я не хочу?» Эта мысль можно назвать такой автоматической негативной мыслью, которая на самом деле интерпретируется следующим образом «я не хочу». Но дело в том, что часто вот эти вот негативные мысли, которые возникают у человека, они бывают очень нерациональными. Но из-за того, что они создают эмоциональную связку у человека, человек начинает в них верить. И, соответственно, здесь лучше смотреть на свои потребности определенные. Есть ли у меня сейчас потребность в отношениях? То есть хочу ли я сейчас эту потребность реализовать, вот как есть, вот эмоционально? Или не хочу? То есть есть ли сейчас вокруг меня партнеры, с кем бы мне хотелось контакта? Вообще в отношениях сейчас очень много тревожности. Люди боятся вступать в отношения. Софа, вы боитесь вступать в отношения? Да, если честно, я не могу так точно ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что и подходящих персонажей для этих отношений нет. Потому что вот, может быть, у меня какой-то архаичный на это взгляд, но это должен быть человек надежный, должен быть там крепкий, должен быть здоровый, без каких-то колоссальных, вредных привычек, а-ля там алкоголизм, и же с ними. Да? И поэтому здесь не так, что спрос рождает предложение, в моем случае, я полагаю, а предложение рождает спрос. Вы хотите вступать в отношения с партнерами, которые обладают теми качествами, которые для вас важны? Именно. И к вашему сожалению, пока что этих партнеров вокруг вас с теми качествами, которые для вас важны, их нет? Категорически точно. Но вы хотите, чтобы они были вокруг вас? Ну, как бы, наверное, то, что да. А что вы для этого можете сделать? Чтобы они были... Как вы можете на это повлиять? Я пока, к сожалению, не овладела искусством создавать новых людей из пробирки, быстро их взращивать. И поэтому я, честно говоря, даже не знаю, что можно сделать с этим. Ну да, этот способ отпадает, он тяжелый. Очень жаль. Да. А как еще можно? Давайте вместе подумаем. Я не знаю. А эти сайты знакомств, агрегаторы там всякие, спид-дейтинги. Ну, это какой-то прикол. Открываем, значит, там, выбираем. Там что-то какие-то, может быть, как это, мэч называется. Ну, совпадение, в общем, случается. Ему пишешь. Там, привет. Но большинство таких вот совпадений, они заканчиваются именно этим пресловутым привет, как будто бы у нас буквы платные. А отношения? Это нелегко, на самом деле. Дело в том, что это раньше было легко про отношения, когда отношения имели больше такую природу зависимости, когда один умеет делать одно, другой умеет делать другое. А сейчас отношения, они более осознанные. И чем они осознаннее, тем сложнее их строить. и вот если мыслить категоричными суждениями, кто что должен и как все должно быть, то таким образом отношения сложно построить. Надо пробовать. Вот, надо пробовать. То есть отношения это в какой-то степени построение отношений. Построение отношений это в какой-то степени эксперимент. Это любопытство. А что дальше? А что будет? А посмотрим. А как он себя проявит? На самом деле, даже, например, если мы говорим о том, каким должен быть партнер, откуда мы знаем, какой он. Мы можем, например, наблюдать за ним со стороны, но в отношениях он может быть абсолютно другим. И самое еще интересное, что человек в отношениях раскрывается постепенно. И только постепенно мы можем его узнать. Не сразу же. И соответственно, если мы сейчас будем идти категоричными суждениями и давать сразу же оценку потенциальному партнеру, ничего не будет. Ничего не получится. То есть надо принять тот момент, что если я хочу отношений, то надо пробовать. Надо позволить себе рискнуть. Вот смотрите. я вам говорю, Софа, я вам предлагаю участие в бизнесе. Дайте мне, пожалуйста, три ляма. Бизнес, короче, крутой будет. Вообще классный бизнес, короче, будет. Дайте мне три ляма. Но, понимаете, 80%, может быть, даже 90%, я вам их не верну. Наверное, мы прогорим. Ну, я хоть поиграю. Вы мне дадите три ляма? Нет. Вот. Если смотреть на отношения с точки зрения вот этих трех лямов, и мы прогорим, вот поэтому мы в отношения это не вступаем, потому что вот сделка не очень такая. Но давайте посмотрим с вами широко. Вот несмотря на эту нерациональную сделку, мы видим, как много людей вступают в отношения. Почему? Как вы думаете? Вот почему люди, несмотря на это, вступают в отношения? Для чего даже? Вот ради чего? Вступают же. Знают, что вот это все произойдет. Вот знают, но идут туда. Ради эмоций. Эмоций, близости, чтобы это испытать, это почувствовать, эту страсть, эту влюбленность, это желание, это бессонные ночи, причем с таким позитивным уклоном, не то, что я не высплюсь, а то, что... Это вредно. Это полезно иногда. Это полезно. Вредно. Полезно. Окей. Это полезно. Поспорить тоже, да, нужно. И человек ради этого готов рисковать. То есть, человек ради этого готов на какой-то миг потерять голову, как это говорится. не знаю, если говорить в таком ключе, что эмоции, что-то еще, я вообще никогда такого не испытывала. Все впереди? Мне, если честно, кажется, что это все наоборот лишнее. Было бы, вот на мой взгляд, он очень непопулярный. Я вообще, вот у меня есть мечта идиота, как роботы быть. Ни эмоций, ничего. Прекрасно же. Вы не нервничаете, вы не переживаете. Да, вы там не хихикаете, не хаха, ничего. Но зато у вас стабильно, ровно. А стабильность это признак мастерства. Ну, давайте как бы лично завершать, потому что для зрителей это слишком много, я считаю. будет слишком много свидетелей. Слишком интимно. Ну, можно и так, конечно, сказать. Но мы же готовились к программе, я так в частности тоже, и проштудировав интернет, значит, очень часто гуглят следующую формулировку, как преодолеть страх отношений и неспособность их заводить. Чтобы преодолеть страх отношений, первое, что нам для этого нужно, желание. То есть я хочу отношений, вот желание, но у меня есть страх. То есть признание того, что у меня есть страх, признание эмоций. Соответственно, когда мы уже в себе осознаем, что я хочу, но мне страшно, соответственно, это уже является стимул к тому, чтобы эти отношения развивать, чтобы в них нырять. Далее самый классный способ это пойти к психологу и разобраться со своими мыслями. В основе страха, страх это эмоция, вот в основе этой эмоции лежат наши нерациональные установки, которые связаны с этими самыми отношениями. И в этих нерациональных установках может быть такое, что а вдруг эти отношения продержатся всего лишь год, а вдруг меня бросят, а вдруг я буду недостаточно хороша, ну то есть а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. И надо будет вот с этими мыслями поработать, поспорить с ними, подиспутировать. То есть посмотреть на этот мир более реалистично и понять, что оказывается не все так страшно, и все, вот это все в моей голове. Много требований, много категоричностей, и когда мы избавимся от этих требований, от этих категоричностей, от этих нерациональных мыслей, вдруг страх пройдет и перейдет в небольшое беспокойство. А небольшое беспокойство перед вступлением отношений, это вполне естественно. Это главное. Дальше обязательно немножечко затронуть тему неопределенности. То есть весь наш мир, он неопределенный. Все неопределенно. Все, что кажется определенным, тоже неопределенно. Отношения контролировать невозможно. Я рекомендую для преодоления вот этих всех тревог включать любопытство. А что там будет? А как дальше? А что интересного? То есть вместо того, что а вдруг не получится, а вдруг я не так что-то делаю, а вдруг недостаточно хорош или я недостаточно хороша, а наоборот любопытство. А что дальше? То есть отношения это некий квест. Интересно, к чему это все приведет? Самооценка. Да, самооценка она безусловно важна. Здесь самое главное адекватная самооценка. А что это значит? Это опять-таки наши рациональные разумные мысли. Это наша адекватная связь с реальностью. Адекватная связь с реальностью это есть адекватная самооценка. Чувства, эмоции. Да, очень важно наблюдать за своими эмоциями, чувствами. И важно сформировать тоже достаточно рациональное отношение к своим эмоциям. Что эмоции в отношениях это более чем окей. я сейчас наверное вас удивлю, но представляете ревновать окей. Эмоция ревности. Да, а теперь пометка. Ревновать это не значит Вот так орать Бушевать А ты такой-сякой Ревность это эмоция Я признаю свою эмоцию Я сейчас ее чувствую И мы об этом говорим со своим партнером Дорогой У меня вот тут такое дело У меня возникла эмоция ревности То есть это просто эмоция И если ее с партнером проговорить Легче становится Легче становится То есть не надо сразу навешивать ярлык Например на эмоцию ревности Что ты мне не доверяешь Нет То есть это бывает Именно другое Я тебя настолько люблю Что боюсь потерять И вот мне кажется Что все хотят у меня отнять То есть те доверяю Никому не доверяю, те доверяю Им поговорить об этом И он такой-то говорит Да я тебя только люблю Вообще у нас все с тобой хорошо И все Она на все легче И больше не ревнует Да я люблю тебя Она любит тебя Ладно То есть вот говорить о своих эмоциях Чувствах Не замалчивать Просто не замалчивать Говорить о своих потребностях Вот разговаривать Вот как вот говорят же сейчас Везде популярно Говорить через рот И вот когда партнеры Вот так вот говорят о своих чувствах Выражают Разговаривают У них такая сильная связь Такая прям магнитом притягивается И это прям цементирует отношения И все Они вместе Они не разойдутся Никто их это Нет Такое доверие будет И она будет ему доверять Что он там на корпоративах Все дела Короче И он будет ей доверять Что она там где-то на корпоративах И представляете Такие пары крепкие Они даже могут Отдыхать друг от друга И все супер И все на полном доверии Потому что они знают Что Нафиг им вообще кто-то еще нужен Они есть друг у друга Зачем Зачем Вот оно Вот Вот оно Вот Вот это самое главное И конечно же граница Ну граница Это да Это Граница Это наше все Уважение к границам А что значит уважение к границам Чтобы научиться Уважать границы партнера В первую очередь Нужно научиться Понимать свои границы Понимать То есть Первое Понимать Второе Научиться эти границы Уважать И как только мы будем Понимать и уважать Свои границы Только тогда Мы сможем понимать И уважать Границы партнера И только тогда У нас могут быть Хорошие отношения Потому что Без этого будет сложно Знаете, почему? Я сейчас скажу. Почему? Спросили, почему. Потому что... Потому что... Если мы будем позволять нарушать свои границы, но мы их будем не понимать и будем позволять нарушать свои границы, мы естественным образом будем нарушать границы партнёра в стиле «Ну а что такого-то?» И партнёры нас будут бросать. Бросать. А мы потом будем делать умозаключение. Меня бросили, я никому не нужна. К чёрту все эти отношения меня все время бросают. Я ведь всё для человека делаю. Помогаю, спасаю. А мне бросают. Значит, я какая-то ненормальная. Всё. Не пойду в отношения. То есть я к тому, что люди часто делают ошибки, не замечают. И вот для этого нужен психолог. Ну, конечно, это всё надо будет долго изучать психологу. А ведь у нас ещё такое ведь. Сходил к психологу на один сеанс, ничего не понял, и ладно. Вот. Ладно. По поводу насильственного общения. Вот сейчас уйдёт тренд на экологичное отношение. Но вот иногда на экологичное общение. Очень опошлили это слово. Да вообще. Согласна. Знаете, вот иногда так послушаешь это экологичное общение, аж тошнит. Да. Прям тошнит. Реально. Ну, не хочешь сказать по-человечески, да? А нет. Я хочу тебе сказать следующее. Я не хочу, чтобы ты сейчас переживала, но мне важно высказать своё мнение. Но знаешь, что это будет просто моё мнение. Оно никак не будет затрагивать твоих чувств. Я была свидетелькой такой картины. Я помню, я пришла в кафе попить кофе, пообедать, значит. И вот там были ребята, чуть помоложе меня, наверное, даже парень с девушкой, они сидят друг напротив друга. У них, видимо, какой-то рабочий конфликт случился. Она ему говорит, ну, ты понимаешь, я столько туда вложила. И так со мной обойтись, я же эти стулья выбирала. И он встаётся в своё место, подходит к ней, и он такой, понимаешь, мне очень важно, что ты пришла на этот разговор. Я сижу, он продолжает в этой коннотации, этот разговор. Мне важно, что мы услышали друг друга, и мне так же важно, чтобы мы с тобой находились вот в этом коннекте. Я сижу и думаю, господи боже мой, что ж какие вы все притерные-то, а? Да. Ну, всё, вы нормально поговорить с собой друг с другом не можете. Потому что про экологичное общение, вот этот пункт, который меня больше всего взбесил на самом деле. Как будто бы люди, человеки наши, разучились, используя нормальные какие-то конструкции, друг с другом общаться. И обязательно нужно это вот в такую попсовую форму облачить и вот так общаться с друг с другом. Может быть, я чего-то не понимаю в этой жизни, конечно. Нет, чего-то не понимаете, но чего-то понимаете. Так же, как и я. Ну, вот ненасильственное общение, я бы вот сделала бы так. Общайтесь проще. Ну, просто не обзывайте там друг друга последними словами, но проще. Вот проще. Чего я хочу? То есть я хочу мороженое. Например, вот я хочу мороженое. Дорогой, у меня сейчас возникла потребность, которую я хочу тебе сказать. Я не хочу, чтобы это выглядело как требование в твою сторону, но мне очень можно выразить свое желание. Скажи, пожалуйста, я могу это сейчас сделать? Хотя можно просто сказать, Володь, ну купи паломбир, а? Да. А потом Володя после этого скажет, слушай, нам не по пути. И она такая, я же так экологично со всеми общаюсь, что со мной не так. Ах, пи-пи-пи. Володь, купи паломбир. Да, купи паломбир и все. Купи шоколадку, а? Шоколадку хочу. Том-ям, борщ хочу. Вот следующий пункт. Быть готовым к негативу. Ну, что это значит? Ну, то есть, когда мы вступаем в отношения, ну, как я уже говорила, это полная неопределенность. Эти отношения могут привести к тому, что мы кого-то можем бросить или нас. Ну, мы сейчас рассмотрим, когда нас бросают. То есть, то, что мы, если не подойдем партнеру, это нормально. Это нормально. У каждого из нас вкусовые пристрастия. Но бывает такое, что мы можем не понравиться чем-то. Но это совсем не значит, что с нами что-то не так. Это про то, что мы просто вот этому партнеру не подходим по каким-то там критериям. И это нормально, это естественно. А как мы говорим, почему мы вступаем в отношениях, это эмоции, это прекрасно. Соответственно, я рекомендую рисковать. И хочу сказать следующее. Как люди вообще себе выбирают партнеров? Они себе выбирают партнеров, исходя из общего генетического материала своего рода. Вот немножечко так это сказано. И, соответственно, человек, например, когда он знакомится впервые с кем-то, но он не может сразу же там идентифицировать мое или не мое. И эта идентификация, она происходит в процессе взаимодействия. И эта идентификация связана не только с поведением человека. Устраивает она меня, не устраивает. Оно, конечно же, связано и с внешними данными. Но с внешними данными не в плане того, что социально она красивая или некрасивая, и социально он красивый или некрасивый. А идентификация с внешними данными согласно своего генетического материала. Потому что человек стремится к балансу. И поэтому мы можем заметить, как пары похожи друг на друга, как девочка похожа на свекровь. Когда, например, нам говорят, извини, ты не в моем вкусе, это не про то, что я страшная. Это не про то, что я некрасивая. Это не про то, что я там какая-то не такая. А это про то, что я не в его вкусе. А, это так устроено. Да. Вот когда я говорила про бросить, это просто распространенное слово, которое говорят люди, когда их бросают. Меня бросили, меня бросили. Но на самом деле нельзя никого бросить. Но мы же не мячики, которые... Нет. Все дюдаисты такие, да... Мы никого не бросают. Расстаются. Расстаются. Расстаются по своим причинам. И да, инициатор расставания всегда один. Но переживают расставание всегда оба. Даже тот, кто создает это расставание. То есть, и, соответственно, когда возникает вот эта вот мысль, меня бросили, я рекомендую ее сразу же заменить на... Мы расстались. Как будто бы даже ситуации такие бывают, что они там с биением тарелок разошлись, и там она чемоданы забрала и сказала, Володя, ешь свой пломбир сам. Вот это она бросила Володю. А когда они с Володей, жуя пломбир, такие сандалии жмут, и нам не по пути, то это уже расстались, мне кажется. Нет, это она ушла от Володи. У нас остался последний пункт в данном чудесном списке. Это загадочное слово рефлексировать. Я себе это представляю немножко так. А я правильно ему сказала, купи пломбир? Или вообще нужно было сказать, и себе возьми какое-нибудь мороженое? А вот там это, а вот там то. Или я неправильно понимаю? Очень круто, что вы сейчас это озвучили. Потому что вот рефлексировать и руминировать очень много людей путают. И многие люди руминируют и говорят, что они рефлексируют. Я сейчас загнала всех терминами, а сейчас расскажу. Руминировать – это значит жевать жвачку в голове. Именно. А правильно ли я сделала? А то ли я купила? А не меркантильная ли я, что попросила купить пломбир? Вот. А может быть сейчас надо сказать, слышь, Паш, не покупай пломбир, я сама куплю. А интересно, что будет, если я сама куплю пломбир? Не обидится ли он? Не подумает, что я слишком такая, слишком современная? Это руминировать. А рефлексировать – это значит понимать свои чувства. И понимать свои мысли. Вот теперь по поводу рефлексировать. Рефлексировать и пломбир. Рефлексия с пломбиром выглядит следующим образом. Что я сейчас чувствую? Я сейчас чувствую радость. Интересно, от чего я сейчас чувствую радость? От самого пломбира? Или от того, что мне его Володя принес? Ага. Я сейчас чувствую радость. И от того, что я получаю удовольствие от этого вкуса. Но здесь я, получается, еще и чувствую удовольствие. И я еще чувствую радость от того, что Володя ко мне неравнодушен. От этой мысли, что вот он купил мне пломбир, и мне это очень приятно. Вот это называется рефлексией. И вот сейчас по поводу рефлексии мы с вами возвращаемся в ситуацию, когда меня бросили. И вот если мы будем руминировать, меня бросили, я плохая, теперь меня все будут бросать, как ужасно, отношения плохие, что делать, чтобы меня не бросали. А если я буду делать, что меня бросят, что там потом будет? Это руминация. И чем больше человек находится в этом состоянии, тем больше страдает его качество жизни. Ну то есть тем ему сложнее и тяжелее, эмоциональнее от этого становится. Он только в себе замыкается. А если порефлексировать, это будет примерно так выглядеть. Я сейчас буду стараться рефлексировать, чтобы не стошнило на камеру. Аккуратненько, экологично. Рефлексировать это так. Со мной расстались. Так, хорошо. Со мной расстались. Что я сейчас чувствую? Я сейчас чувствую обиду. Я сейчас чувствую раздражение. Я сейчас чувствую грусть. Я сейчас чувствую отчаяние. У меня есть некоторые ощущения беспомощности. Какие у меня сейчас мысли? Да разные у меня сейчас мысли. И они как раз-таки связаны именно больше с тем, что мне кажется, именно мне кажется, что ничего не получится. Но я прекрасно знаю, что все эти эмоции временные. И сейчас лучше пока посидеть у них. Они все равно скоро пройдут. И я прекрасно понимаю, что этот поток мыслей, который сейчас со мной присутствует, он тоже временный. Что мне сейчас нужно? Мне нужно сейчас позаботиться о себе в этот момент. Ведь я же прекрасно понимаю, что расставание не означает, что я плохая, я ужасная, что со мной что-то не так. Расставание – это просто один из периодов, которые случаются в жизни. И это, естественно, это не говорит о том, что у меня больше никогда не будет отношений. Поэтому мне надо это пережить. И я самое главное знаю, что я смогу это пережить. И как я сейчас могу о себе позаботиться. Пойду куплю себе пломбир. Ну вот подводя итоги, да, что мы можем сказать? Что страх отношений – это вообще что такое? Как с этим, вот если вкратце, бороться? Страх отношений – это наша ловушка мышления. И чтобы вкратце с этим побороться, надо выявить все эти ловушки, выписать их сюда, вытащить их, посмотреть на них со стороны и поспорить с ними, как заседание суда. То есть включаем адвоката и защищаем себя от этих ловушек. И главное еще и не забыть плошку с пломбиром. Само собой, разумеется. Я люблю шоколадное. Да, я соленую карамель люблю. Слушайте, ну интересно было, мне очень понравилось. Мне кажется, тот видеоматериал, который мы сделали, он будет полезен общественности. Приходите еще. Надеюсь, вам тоже было интересно. А я напоминаю, у нас в студии была Лилия Бормасова, клинический психолог, преподаватель Казанского федерального университета Института психологии и образования. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»